Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. С прицелом на экономику. В городе прошло выездное заседание областной ассоциации промышленников и предпринимателей. В деловой обстановке руководители могут обсудить текущую ситуацию, где-то посмотреть использование технологий. О чем говорили. Больная любовь. В Беларуси завершается акция «Дом без насилия». Стараемся как-нибудь профилактическую работу с ними провести, побеседовать, наставить на путь. Кто в центре внимания милиции? Выбор есть. Во Дворце искусств абитуриентов познакомили с профессиями. Данное мероприятие достаточно актуально сегодня. Что презентовали. А также памятная дата, сладкий кластер и теплый уикенд. До плюс 19 ожидается в Беларуси 10 апреля. Что ждать дальше? Делегация с экономическим уклоном. В Бобруйске прошло выездное заседание областной организации промышленников и предпринимателей. Встреча на местах проводится раз в три месяца. Посмотреть результаты работы и наметить планы развития. Главные задачи на этот раз локациями визита стали «Славянка» и «Красный пищевик». Промышленники и предприниматели – люди деловые. Поэтому меньше слов сразу о главном. Выездное заседание областной ассоциации – практика не новая. Руководители организации частенько посещают заводы и организации, как говорится, на местах. В этот раз выбор пал на Бобруйск. Начинаем со «Славянки». «Славянка» – это то предприятие, которое в тяжелые времена осталось, я боюсь сказать, на плаву, что обижу, осталось на экономическом фундаменте крепким. И мы сегодня приезжаем, тоже поделимся опытом. Это фабрика «Бренд Беларуси». В шорт-листе известные мировые производители одежды, но главный упор – на внутренний рынок. Если не все, то шьют на «Славянке» много – пальто, костюмы, спецодежду, спортивную и школьную форму. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Дефиле. С этапами производства гости тоже знакомятся. Неподдельный интерес к одежде «Мэйден-Славянка» проявляет и руководитель торгового представительства России в Белоруссии Юрий Золотарев. Все-таки страны – союзники во многих областях. Сегодня больше говорят об экономической. Так, выступая уже на «Красном пищевике», российский коллега обращает внимание на здоровый пример кондитерской фабрики. В непростые времена всемирно известный зефир и мармелад не только не пропал с прилавков, но и дошел до новых потребителей. Я даже сегодня пошутил и спросил руководителя предприятия Сергея Анатольевича, каким же образом сотрудникам такого вкусного и сладкого предприятия удается оставаться такими стройными. Поэтому мы тоже желаем здесь всех всяческих успехов. Я знаю большие в положительном смысле амбициозные планы руководства этого предприятия по расширению именно линейки продукцию, по обеспечению такой важной и стратегической задачей, которая является импортозамещение. Ну и со своей стороны, мы, россияне, ждем, по крайней мере, поставок и расширения поставок такой действительно вкусной, сладкой, востребованной, всех радующих продукции на российский рынок. Безусловно, исключительно сладкими отношения Белоруссии и России не назовешь. Например, у Приморского края на этот год в планах закупить отечественную сельхозтехнику – 571 единицу, в том числе и бобрус Агромаша. Плюс во Владивостоке в скором времени появится белорусский торговый дом. И все же основное внимание делегации направлено на внутриэкономическую составляющую. Мы каждый квартал собираемся с руководителями крупнейших предприятий области и обсуждаем текущие проблемы. Мы посещаем предприятия, что очень важно, где знакомим руководителей с достижениями тех или иных предприятий. И в этой вот деловой обстановке руководители могут обсудить текущую ситуацию, где-то посмотреть использование технологии промышленной безопасности и тем самым определить дальнейшее развитие промышленного комплекса Могилевской области. В кулуарах предприниматели и руководители называют такие встречи диалоговыми площадками. Привычными они стали еще в том году. И в 2021-м обязательно повторят свой успех. Значимость их велика. Каждый может высказать свои идеи. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Госавтоинспекция усилит контроль за нетрезвыми водителями. Акция стартует в эту субботу и продлится по 19 апреля. С января по март этого года за управление авто в состоянии опьянения задержаны 3214 водителей. Именно на них будут ориентированы экипажи ГАИ. С 1 марта в Беларуси, напомним, ужесточили наказание для нетрезвых автомобилистов. Согласно новому административному кодексу, к ответственности привлекают те, кто сел за руль под градусом впервые. Теперь все зависит от степени опьянения. До 0,8 промилле включительно предусмотрена административная ответственность в размере 100 базовых личин с лишением определенного права сроком на 3 года. От 0,8 промилле предусмотрена административная ответственность в размере 200 базовых личин с лишением права управления сроком на 5 лет. Повторно в течение года сели за руль пьяными 150 человек. Для них тоже изменилась ответственность. Максимальный срок лишения прав до 8 лет. За это время по вине нетрезвых водителей совершено 25 ДТП, в которых 4 человека погибли и 26 получили травмы. Таким виновникам теперь грозит от 3 до 8 лет лишение свободы. Важнее всего погода в доме. Однако, если намечается шторм, стоит прибегнуть к помощи специалистов. В Беларуси завершается республиканская профилактическая акция «Дом без насилия». О нездоровой любви. Карина Гуревич. Как показывает жизнь, пословица о том, что милые бронятся, только тешатся, не всегда правдива. Зачастую семейный скандал заканчивается настоящей трагедией. Сегодня это разбитая посуда, а завтра ножевое. Причиной тому не раз становился алкоголь. Жертвы домашнего насилия, как правило, женщины. Кто-то распускает руки, а кто-то предпочитает психологический прессинг. Страдают не только жены, но и матеря. Часто употребляют? Часто. Работать работает? Нет. Не работает? Нет. А сын второй работает? Нет. Все живут, замысловывают. Одна я пенсионерка, плачу. А второй сын где? Где-то гуляет, не знаю. Он тоже с вами, да, проживает? С мамой. В одной из квартир этой многоэтажки практически каждое застолье заканчивается вызовом милиции. С одной стороны, предстает картина любящего мужа и заботливого отца. С другой – дебошира под градусом. Мужчина говорит, мол, и сам не рад своему поведению. Всему виной слабость к крепким напиткам. А семейный скандал у вас происходит только на алкоголь? Ну, как вам сказать? Разному было. Ну, надо, наверное, прекратить это уже, правда? Вы же не молодой мужчина, верно? Живете хорошо, в приличном квартире. День рождения, наверное, был недавно. Да. Предотвратить беду. Именно такая задача стоит у правоохранителей. Акция «Дом без насилия» охватила все уголки страны. В рамках этого мероприятия мы посещаем семьи, где ранее происходили семейные скандалы. Стараемся как-нибудь профилактическую работу с ними провести, побеседовать, наставить на путь. Ежегодно только в Могилевской области регистрируют 12 тысяч сообщений о семейно-бытовых конфликтах. Практически каждый второй, совершивший насилие, привлекается к административной ответственности. Результаты этой деятельности правоохранительного органа является то, что у нас, могу сказать, следующие цифры. За первый квартал 2021 года произошло снижение убийств с 5 до 2 в городе Бобруйске и умышленных тяжких телесных повреждений с 11 до 3. Безнаказанность – мощный фактор, который провоцирует насилие. Если вы стали жертвой домашнего агрессора, звоните по телефону 102. Помните, бьет – не значит любит. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Месторождение нефти, возобновление рейсов и жить, что вы помнили. Беларусь отметит день освобождения узников фашистских концлагерей. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь отметит день освобождения узников фашистских концлагерей. Памятная дата установлена в честь вооруженного восстания заключенных Бухенвальда 11 апреля 1945. Они смогли удержать контроль над лагерем, когда в него вошли американские войска. В стране сегодня почти 25 тысяч человек, которые прошли через врата ада. В стране найдено новое месторождение нефти – в центральной зоне Припятского прогиба в Реческом районе. По предварительной оценке геологические запасы находятся на глубине 4,5 километров и могут составить 600 тысяч тонн. По результатам испытания нефсеперспективных отложений ожидают получить здесь фонтанный приток нефти. Минск и Санкт-Петербург возобновляют железнодорожные сообщения. Со следующего вторника поезда будут ходить ежедневно. Кроме того, увеличивается количество рейсов и до Москвы. А с 27 апреля из белорусской столицы можно будет уехать в Адлер. На первоначальном этапе состав будет курсировать раз в четыре дня. В Беларуси планируют создать кондитерский кластер. Стартует сладкий альянс объединения двух крупных фабрик, на которых проведут модернизацию производства и оптимизацию ассортимента. За счет этого должна снизиться и себестоимость товара. Речь идет о легендарной фабрике «Спартак» и компании «Красный Мазырянин». До плюс 19 ожидается в Беларуси 10 апреля. В субботу будет переменная облачность. Прогнозируется преимущественно без осадков. Лежнем местами по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Днем в отдельных районах до 18 метров в секунду. Пламенный подъем. Рано утром на береговой горела легковушка. Очевидцами пожара, как сообщается, стали сотрудники Департамента охраны. Пламя до прибытия спасателей тушили подручными средствами. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС полностью ликвидировали очаг возгорания. Поврежден моторный отсек. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксировано 1622 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 333 430 человек. Белорусские медики готовы к третьей волне коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства. Дмитрий Пеневич подчеркнул. В этой связи важность профилактики масочного режима, соблюдения социального дистанцирования, обработки рук. Второй важный компонент – вакцинация. Вакцина поступает, ее объемы будут увеличиваться. Призываю всех к вакцинации. В лечебных учреждениях открыты специальные пункты, идет запись, рассказал Дмитрий Пеневич. Ярмарка специальностей. Во Дворце искусств прошла презентация потенциала городских колледжей. Зрителями мастер-классов стали школьники. Совсем скоро им предстоит выбрать свой путь. Ну а пока знакомство. Подробности у Ольги Васенда. Швейное дело, парикмахерское искусство и работа визажиста. Так выглядит презентация технологического колледжа. Модная коллекция, трендовые прически, секреты идеального макияжа. Все это не по наслышке знакомо учащимся этого учебного заведения. Пополнить ряды будущих профессионалов приглашают и абитуриентов. Средний бал тестата – минимум шесть. Сегодня во Дворце искусств проходит очень яркое и значимое событие – ярмарка профессий. Сейчас на втором этаже учреждения профессионально-технического и среднеспециального образования презентуют свои профессии, показывают очень необычные мастер-классы и рассказывают, какой набор в каждом из учреждений образования будет проходить в 2021 году. Неподалеку от импровизированного салона красоты расположилась настоящая стройка. В ход идут бетон, кирпичи, декоративная штукатурка. Своё мастерство демонстрируют представители строительного колледжа. Здесь же на месте вся информация вступительной кампании. Сегодня наше учреждение представляет мастер-классы по профессиям отделочной и строительной работы. Также показана профессия каменщика и выставка нашего творчества – декоративно-прикладного. Специальности абитуриентам предлагают сразу девять колледжей города. В тренде такие профессии, как повар, юрист, программист, медицинский работник, парикмахер и продавец. Преимущество для бобручан – учеба в родном городе, приезжим как бонус – общежитие. Совсем скоро прозвенят последние звонки. Ребятам предстоит, выпускникам, сделать выбор дальнейшего пути профессионального. Поэтому данное мероприятие достаточно актуально сегодня. Зрители мастер-классов – девятие и одиннадцатиклассники. Одни загорелись печь самые вкусные торты, другие решили спасать жизни. Третьи намерены изучать устройство авто. Наверное, больше всего меня заинтересовал медицинский колледж, так как я хочу связать свою профессию с медициной. Понравился механико-технологический колледж. Скорее всего, туда пойду. Мне понравился мастер-класс Багрузского государственного технического колледжа, потому что я увлекаюсь профессией парикмахера, и мне нравится это дело. После ярмарки профессий для школьников организовывают настоящий концерт. На главной сцене города представляют захватывающие танцевальные песенные номера. Позже всех ждет показ мод. Сегодня для наших школьников мы подготовили программу галоконцерта заключительного этапа областного тура «Арт-вокации-2021». И сегодня здесь принимают самые лучшие участники этого конкурса – победители областного этапа. Приемные комиссии распахнут свои двери уже в июне. Ну а сегодняшним школьникам остается пожелать достойно закончить в учебный год десяток в дневниках и высоких отметок на экзаменах. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА